всем огромнейший привет вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян и сегодня мы все вместе все 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 дружненько собрались поедем совершил первый выезд на речку порыбачить я не уверен что у нас получится подъехать к воде едем впервые сейчас пока я расскажу вам чуть позже как я смотрел место в общем не буду затягивать погнали сейчас наберу водичку чтобы там где будем останавливаться попить чай мы взяли значит собой еще стол и взяли с собой удочки это детский дедушка пацанам дарил попробует порыбачить также быстро забежали купили выпечки кавказской и булку хлеба чтобы пацаны могли порыбачить но сегодня идеальная погода причем самого утра сейчас 7 градусов и конечно же мы решили что все весна наступила нужно двигаться и стараться как можно чаще выезжать но в любом случае ночью еще прохладно поэтому ни о какой ночевке идти и речи не может потому что в машине автонов автономного отопления к сожалению нету я вам обещал рассказать да как я собственно искал место все на самом деле достаточно просто заходишь в яндекс карту и выбираешь спутник вид со спутника и там очень хорошо видны места и видны даже места когда например стоит машина на пляже но на береговой линии да это значит что там есть подъезд то есть таким способом можно искать отдых себе в любом месте хоть на море хоть на речах где хотите пользуйтесь если кому-то это нужно мы заехали в станицу китаровская здесь я правильно ставлю ударение началась здесь будет сейчас поворот на улицу на улицу лучарского и там есть речушка вот здесь видите здесь прям так оборудована то есть я вижу что стоят беседочки видимо поэтому что под рыбалка это частные здесь сектора но нам надо кое-что другое так тут же начались таблички мол типа водоохранная зона по сути речка то вот но она замерзла чё-то надо думать дальше ведь какое большое озерцо нам бы такие вот так в общем ездим и вокруг этой речки и непонятно как не подобраться потому что вдоль неё настроены дома конечно грустно мы заехали на какой-то огромнейшей собаки хорошо хоть она на привязи сейчас разворачиваюсь и едем в обратку ездили ездили приехали опять ворота будем разворачиваться главное здесь не зарыться так в общем встали на таком достаточно непонятном месте это дорога ведет какое-то снт вот где я боялся что не дай бог там зашлифуют здесь еще что-то непонятное здесь поле вот так вот постоим похудшим но по крайней мере очень хотелось все равно природы вот у нас есть это река здесь оставлю как она называется он там опять река короче здесь такая огромнейшая площадь этих всех рек вот но но подъехать никуда невозможно все как-то почему-то оккупированное то ли частниками то ли кем вообще непонятно не знаю может сейчас вот сюда вот задом наоборот загоню машину чтобы никому не мешать вот так вот чтобы вот здесь по снегу ходить может быть сейчас так сделаю глубокий глубокий снежок ну собственно как я хотел я переставил машину здесь просто есть следы но скорее всего этот полноприводных я не решил жопа прям задавать туда я считаю что вот так как я поставил это в принципе достаточно вот ведь какая красота кайф и собственно озеро вот так вот сейчас пройдем я здесь уже натоптал такую площадочку и видите мы и сидят уже уронит классно у нас так-то все проснулись единственно что мирончик спит надеюсь не проснется какие просторы сейчас будем ставить стол у нас есть водичка здесь у нас настенка ногу здесь у нас в ящике газовая плиточка непосредственно сам газ и кружки для чая ну и конечно же сам чайник кто-то спросит а чё не шашлык то так вот объясняю я вчера купил новый френч пресс и в итоге когда его вечером мыл у меня лопнуло стекло и разбило мне вот так вот разрезала весь палец до костей вот сейчас пока доставал опять кровь пошла поэтому шашлык мне одевать естественно будет неудобно насенька все таки занимается маленьким поэтому оставим эту идею и почему-то у нас развалилась плитка где у нас гайки все выдела все я понял так надо купить сейчас вот перед сезоном вот это мы поехали чтобы все посмотреть чтобы у нас все как говорится было пробуем зажечь будет работать не будет работать а чайковский будет мы кстати используем вот такую самую обыкновенную плитку почему потому что у нее вот эти лепестки они хорошо закрывают от ветра если покупать более так сказать современную который такие квадратные наверное знаете потом ведь вы просто задувает все пламя и расход газа конечно увеличивается в три в четыре раза куда-то родишь а давайте кушать удочки берите и идите рыбачьте да это мы конечно жестко затупили взяли удочки я забыл совсем что реки то здесь это это видимо уже в башке хочется лето очень сильно ты руками не суй туда от обожгешься снег я на солнышке сижу и булочку жую и чайочек я свой жду и булочек я свой жду да я забыл что у меня скоро сезон это будут какие-то нереальные выезды классно сейчас все равно холодно плюс 7 солнца но все равно снег никуда особо не поедешь не выйдешь я вообще думал сегодня поехать в сторону джукбы в лермонтово но посмотрел что там ветер 16 метров в секунду ну представляете там чуть теплее градусов 8 9 но ветер 16 метров в секунду это конечно жесть поэтому нашли вот это место в принципе прикольно и диме рожка погуляй ложи его в снег сугроб да привет на дороге встали люди смотрят дала только две машины проехал но в кайф дайм 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 нам тоже хочется на подружке к моей съездить ну мы как-нибудь съедим чай готов я вообще-то сладкие булочки артем брал всем пополам а мама не хочет ну вот значит делиться на мы естественно в магазине еще купили молочко чайчик уже заваривается нас будем пить нам тут пришла собачка и артем колонны и скармливает булочку идите садитесь пейте чай ребята пейте до нас покушать на сен твой чай пей да вот мы зато купили конечно с этим озером с рекой я думал все уже давно растаяло а нет такая вот эта история собачка нифига целый кусок себя запихала голодная давай хлеб тебе дам будешь хлеб а здесь машина проехала остановилась и ну видимо вот этих вот сараев там может работают и горит у нас там котята есть кошечки есть не хотите ли вы себе взять я говорю а сейчас я вам своих трех отдам не хотите взять посмеялись вот а собачка все еще просит еду вот радюшка подкармливание нет и ей дай сынок только не в лужу ну радюха заодно попьет вот за что мы не очень любим зимний путешественник за то что нужно одеваться вот так вот как капусты а когда у тебя еще и грудничок это вообще квест потому что дать ему поесть это конечно трындец если дети постарше могут одеться самостоятельно да там уже поесть не так много контроля то с маленьким конечно это не то пальто как говорится покушала и все и пошла охранять свои владения молодец еще в снегу покаталась сытая артем рассказы что делаешь решили стопить снег вот так вот набрал снега может кучу кружку плитку зажгли и и топит его он что-то вообще не топится дома вообще топится но у тебя лед потому что надо вы свежачок сюда закидывать было спустя пять минут добыл артем к себе воду да главное чтобы снег был белый а не желтый полетели и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот Настенька и говорит, что нужно что-то думать насчет своего дома Но мы пока так молоды, так хочется ездить Я уже вообще-то подумал, вот он, да, Настен? Я же уже подумал насчет дома, вот он А что, стоит как дом? Зачем нам другой дом? Нам самое главное, чтобы погода была тепленькая И тогда будет прям вау Рассказываю прикол В нашем новом доме я сейчас разложил кровать Причем Настенька, оказывается, этого даже еще и не видела Свои эмоции Класс! А теперь я вам покажу, какой это класс Я хочу тут спать! Ты хочешь тут спать? Слушай, мы тут вообще спокойно вместе Это как диван у нас дома почти Да? Тринесет? Вот Как у тебя кровь сильно течет А, течет? Ну Смотрите, вот так вот раскладывается раз Вот эти вот спинки тоже складываются И здесь, получается, во весь кузов будет полное спальное место Теперь пойдемте, я вам кое-что покажу В багажнике Смотрите, здесь Здесь остается пространство как раз для вещей И когда, получается, кровать, диван раскладывается То оно поднимается вверх немножко Здесь, здесь устанавливается еще дополнительная полка Я ее тоже закажу обязательно В багажник Специальная Которая также встает в пазы Как бы получается клево Убираются подголовники Снимаются И кровать у тебя, получается, продлевается еще сантиметров на 30 То есть здесь, как говорится, живи не хочу Потрясающе Ну все Завел уже машину Выдвигаемся домой Пишите, как вам выезд Пишите в целом, как функционал автомобиля Кто вообще любит такие выезды Вам понравилось, ребят? Очень сильно Особенно снегу поляется Да? И в лицо в снегу конаться Подписывайтесь на канал Не забывайте поставить лайк Пишите комментарии Поддерживайте наш канал Спасибо каждому, кто досмотрел до конца Мы едем домой Пока Субтитры сделал DimaTorzok